Программу представляет офтальмологическая клиника «Оптик-Центр». Ко всем больным они относятся хорошо. Операция проходила где-то 15 минут. Сестры ритмично работали. Офтальмологическая клиника «Оптик-Центр». Хирургия катаракты и глоукомы. Оказываем помощь в оперативном восстановлении зрения. Пенсионерам скидки. Среди обывателей это заболевание считается уделом пожилых людей. Но согласно наблюдениям врачей, за последние годы с данной проблемой все чаще стали обращаться пациенты зрелого и даже молодого возраста. В этом выпуске проекта «Видеть больше» вместе с нашими экспертами мы говорим о катаракте. Катаракты – это помутнение хрусталика. Хрусталик – это прозрачная в норме линза, которая находится внутри глаза. Лучи света через нее проходят беспрепятственно и попадают на сетчатку. Катаракта может возникать в любом возрасте. Она может быть и врожденной, и в результате каких-то травм. Но наиболее часто мы сталкиваемся с возрастной катарактой, которая возникает у лиц старше 40 лет. По статистике, в 80 лет катаракта есть практически в 100% случаев. Правила человека беспокоят появление пелены, тумана, полиопия или множественное изображение предметов. Но они не специфические, то есть эти симптомы могут присутствовать и при других глазных заболеваниях. Поэтому при любых нарушениях зрения необходимо обратиться за квалифицированной помощью на осмотр к офтермологам. За последнее время подход к лечению катаракты изменился кардинально. Инновационные технологии позволяют избавиться от нее на любой стадии, в то время как раньше катаракту убирали механическим путем и приходилось ждать созревания. Примерно 15 лет назад, 20 лет назад проблема катаракты, она вставала только в том случае, когда человек перестал видеть и ставили диагноз катаракту, и человека готовили к операции. И в принципе операция делалась только в том случае, когда человек переставал видеть совсем, то есть, допустим, на каком-то этапе, когда человек не видел 10%, 20%, ему рекомендовали дождаться, пока он совсем перестанет видеть этим глазом, и тогда только делали эту операцию, экстракцию катаракты. Русталик удалялся механическим путем, и поэтому, конечно, было его удобно удалять как раз совсем мутным, твердым. В последнее время врачи отмечают, что катаракта помолодела. Все чаще такой диагноз ставят людям в 35 и в 40 лет. Но опять же, как отмечают врачи, практически нет возрастных ограничений. На операции берут людей и молодых, и зрелых, и тех, кому 60, 70 и 80. То, что молодеет, это факт. И это совершенно не страшно. Слава Богу, мы имеем возможность поставить хороший искусственный хрусталик, который будет позволять видеть хорошо и близко, и далеко, и все проблемы, в общем-то, глазные решит. Чем пациент моложе, тем лучше проходит реабилитация. То есть это все происходит быстро. Практически даже из рабочего графика, в общем-то, больной выходит на неделю активных закапываний. Иногда это две недели, когда мы оперируем два глаза. Вообще-то раньше 60+, это как раз и была наша аудитория, даже не 60, я бы сказала 70+. И сейчас мы так же точно их оперируем. 93 года недавно бабушку прооперировали. Но возрастных ограничений тут тоже нет. Все зависит от общего состояния, если человек в состоянии. Если мы можем пообещать зрение, есть еще такой нюанс, конечно. И в чем вот эта вот идея минимального травматизма? Это минимальный разрез составляет 1,8-2,2 мм. То есть через этот разрез при помощи микроинструментария вскрывается капсула хрусталика при помощи ультразвука, тончайшего зонда, то есть зонд вводится вот в полость глаза, дробится вещество хрусталика. То есть, соответственно, чем, можно сказать, моложе катаракта, тем, соответственно, это проще происходит. Чем прозрачнее хрусталик, тем менее травматично, быстрее. И поэтому как раз вот эти вот массы хрусталика дробятся и удаляются из капсулы хрусталика. И на это место имплантируется, вводится интерокулярная линза. То есть эта линза, она помещается в так называемом инжекторе, то есть это своего рода как шприц. То есть эта линза, также то же самое при помощи зонда, она вводится и вместе с такой жидкостью вводится в полость глазов, именно в капсулу хрусталика. И потом уже устанавливается, при помощи тоже микроинструментария, разворачивается в той или иной плоскости. И в принципе эта операция является даже бесшовной. И поэтому этот разрез такой небольшой величины, он зарастает со временем сам. И период реабилитации порядка где-то 1-2 недели. Существуют разные виды линз. Монофокальный, торический и мультифокальный. И у каждого из видов своя специфика. Еще 20 лет назад не было, во-первых, такого разнообразия хрусталиков. И в принципе они были только, можно сказать, сферические. Хрусталики использовали только для коррекции зрения вдаль. То есть убирался мутный хрусталик. И, соответственно, у него место вставала интерокулярная линза определенной диоптрийной силы. И поэтому после этой операции человек, можно сказать, начинал видеть хорошо вдаль. Но, к сожалению, вблизи проблемы всегда были. И человек для чтения, для работы с документами вынужден был одевать очки для близи. В настоящее время есть линзы, скажем так, экстракласса, которые мультифокальные. То есть вот отличительная особенность наличия вот таких вот колечек. То есть после имплантации такой линзы пациент может себя чувствовать, ну, в общем-то, как в молодом возрасте. Читать без очков и смотреть вдаль без очков. Например, если у пациентов была высокая близорукость, и они всегда носили какие-то очки слабже, чем их близорукость, то после имплантации правильно рассчитанной интерокулярной линзы они будут видеть, ну, в общем-то, лучше, чем в молодости. Сегодня мы используем вот эту операцию, щадящую, минимально травматичную, не только в случае, когда у человека меняется зрение в условиях, предположим, начинающейся такой катаракты. Сегодня мы эту операцию используем. И в случае обычной коррекции зрения, человек, который, предположим, хочет избавиться от очков, хоть для дали, хоть для близи, то есть мы, в принципе, эти операции можем использовать и используем. И в этом случае человек избавляется от очков на всю жизнь. И он, соответственно, живет полной жизнью, то есть в полном комфорте, видит и вдаль, и вблизи без очков. Раз мы уже заговорили, да, про такие высокотехнологичные операции, и к ним мы относим, вот как раз линзы мультифокальные, это те, которые позволяют видеть и вдаль, и вблизи. Мы таких операций делаем очень много, то есть порядка 20% операций от всех. Это вот операции как раз по имплантации сложных вот этих мультифокальных интерокулярных линз. Вторая такая часть, да, этих, это хрусталики, которые используются для коррекции астегматизма. Если есть астегматический такой компонент, вот, то, конечно же, в этом случае может помочь только линза торическая. Это действительно такая проблема. Люди, как правило, с астегматизмом, то есть а если у них еще и начинается катаракта, то есть изменяется хрусталик, вот, то, как правило, они не могут скоррегировать ни очками, то есть меняется рефракция, меняется сила диоптрий. Мы даем в этом случае человеку возможность видеть лучше, чем он видел когда-либо. Вот этот хрусталик, когда он стоит внутри глаза, то есть это совсем по-другому воспринимается человеком, как вот, допустим, очки с астегматическим компонентом, которые, может, очкарики, они понимают, про что я говорю, да, это вот какие-то там сложность по лестнице ходить, да, это какие-то вот плывущий пол там и еще что-то, то есть долгое привыкание к этому, да, когда линза стоит внутри глаза, то есть мозг это воспринимает по-другому, и, как правило, не требуется никакого привыкания. Еще одна группа пациентов – люди с высокой степенью близорукости и дальнозоркости, плюс 10 и минус 10. Они пользуются такими очками не очень комфортными. Они тяжелые, они толстые, они искажают глаз, когда на них смотришь. И вот в этом случае то же самое есть у нас решение. Мы помогаем всем, да, и с очками, и с контактными линзами, и с коррекцией зрения именно при помощи лазерных технологий и при помощи экстракции хрусталика. То, что мы навсегда избавляем от проблемы, и самое главное, недуг вот этого катаракта, он уже никогда не вернется к этим людям. То есть так как хрусталика своего нет, есть уже такой прибор оптический, то, соответственно, нечем умутнеть. Лазерная офтальмология помогает не только в борьбе с катарактой. С помощью этой методики можно также лечить и пресбиопию. Это возрастные нарушения зрения. Техника операции, она не меняется, она не усложняется. То есть, в принципе, она даже становится проще, так как как раз вещество хрусталика, оно прозрачное, оно не твердое. То есть, в принципе, для хирургов каких-то проблем, что при начальной катаракте, что при отсутствии катаракты, вот, сделать эту операцию не возникает. Хирурги, которые занимаются у нас сегодня вот этими операциями, и экстракция катаракты, и лазерные процедуры, то есть, это специалисты высокого уровня, и у меня, как у доктора, конечно же, к ним огромное доверие. На днях будет оперироваться моя мама, у нее начальная катаракта, вот, и будет операция по имплантации интерокулярной линзы, именно мультифокальной, то есть той линзы, которая будет позволять видеть и вдали, и вблизи. Решался я, наверное, в течение года, может быть, даже и двух лет. И мне было страшно. Ну, а когда почувствовала уже совсем, глаза были как воспалены, пелена была, я уже плохо видела, даже в очках уже плохо видела. Подумала, ну что же я так над собой издеваюсь? И решилась на операцию. Я первые два дня, конечно, как бы волновалась, не спала, две ночи. Это же неизвестность, идешь в неизвестность, как бы. Вот сейчас на второй глаз я уже пойду смело, потому что это действительно, это не больно, это все терпимо, и все нормально. Я, конечно, не могла дождаться сутки. Я ходила с повязкой, конечно, ощущения, я вот сегодня дождалась, сняла повязку, а сейчас просто прекрасные ощущения. У меня уже проверили зрение на этот глаз, на который мне оперировали, и даже я сама поразилась, что я могу такой мелкий шрифт прочитать. Я прочитала его. Операции мне оба глаза сделали. Я не ожидал, что так будет. Вчера сделали операцию, сегодня уже зрение единица. Или ходить слепым, или все видишь, есть разница. Не больно, нисколько. Но единственное, что вот когда в глаз лезут, типа комарик кусает. А разве больно, комар кусает. Очень-очень все хорошо. Очки я носил с 5 лет, где-то с 4, то есть 35 лет я их проносил. И уже в последнее время не поддавалось корректировке зрения. И Артем Валерьевич порекомендовал сделать операцию по удалению хрусталика, ну, по смене хрусталика на искусственный. Ну, вот, когда мне сказали, что это, наверное, единственный вариант в вашем случае, я, конечно же, согласился тут же. Я полностью доверял специалистам. Единственная осталась привычка, ну, очки хочется поправить, а их нет. Редактор субтитров А.Семкин